Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Вообще-то, мой видосик, ревматизм что и как, должен был вызвать эффект разрыва супер-дупер термоядерной бомбы. Но, к сожалению, знаете, даже это самого слабого пука не получилось. Практически каждый человек на планете Земля подвержен инфекции стафилококковой. Практически каждый болел ангиной, танзелитом, воспалением горла. То есть, вот эта вот вся эта инфекция была на заголодке. И все это, естественно, с самого детства расселилось по всему организму. И вот эта вот обилие заболеваний, которые мы там лечим, сердце, сосуды, суставы, площадь для онкологии и так далее, и так далее, и так далее. Все это является следствием вот тех перенесенных заболеваний, когда инфекция вошла в организм и потихонечку, а у некоторых людей и быстро, начала завоевывать организм. И на это особо никто не обращает внимания. Я попытался вот это что-то тут подчеркнуть, но, знаете, так, бульбушек в воде. Но те люди, которые столкнулись с этим, сразу же врубились. И вот одно из таких писем, гениальное объяснение корня проблем со здоровьем. Корня, понимаете? Зрю корень. Откуда все идет? С самого детства. Не надо там брать, вот мне там 70 лет, я там заболел и еще. С самого детства. Диагноз ревмокардит у меня врачи поставили в 10 лет. А до этого, значит, были ангины, простуды и все это там такое. Никакого лечения назначено не было. Начиная с 20 лет начались атаки стептококков и стафилококков. То есть их уже размножилось огромное количество. То есть за 10 лет, вот в 10 лет был поставлен диагноз. За 10 лет они настолько размножились, что они вот начали уже поедом съедать человека. А никто на это внимание не обращает. Лечились тогда бицелином и антибиотиками. Ну да, знаете, для того, чтобы вывести вот эту вот заразу стафилококковую, необходимо, я уже там в этом видео, что и как ревматизм, несколько лет это все, это все тлеет, это все затихает, это все пережидает. Как только она пережидает, и опять все начинается. И человек даже это не понимает. Потому что он наживает опять-таки себе эту ангину своим собственным питанием, своим собственным поведением, своим собственным отношением к здоровью. И все это опять, и она, знаете, вот так прыгает. То есть она не уменьшается, эта болезнь ревматизма. Она только прогрессирует. Обилие вот этих сосудистых заболеваний. Обилие непонятных вот этих вот закупорок тромбозов. Обилие вот этих хворекожных расширений вен. Обилие вот этих вот кожных заболеваний. И всего-всего-всего это следствие вот развития вот этой вот болезнетворной микрофлоры. Там стриптококковой, стафилококковой, герпес, там вот эти грибки и прочее-прочее. Все в содружестве все это дело ведут. А нам нет дела. Мы смотрим, как применять витамин D. Будто применив его, вот это все отскочит, и мы сразу же выздоровеем. То есть какая-то глупость творится вообще в мире. И человек ведется вот на эту глупость. Вместо того, чтобы, понимаете, получать истинные знания и использовать их для своего оздоровления, делается все, что угодно. Читаем дальше. Значит, бицелином, антибиотиками все временно помогало. Ясно, это все попрячется там куда-либо, куда эти антибиотики не дойдут. Оно пережидается и опять начинается с того же. Затем становилось еще хуже. Выжило благодаря вашим рекомендациям, простым рекомендациям по очищению организма, по проведению упорядок. Ибо, ибо это все возникает из-за того, что человек не знает, как следить за своим телом, как содержать его в порядке, чтобы не выкармливать вот эту вот всю инфекцию, которую он сожрет, и которую он потом будет лечиться, 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 и всю жизнь еще перечеркнет, что он станет там импотентом, детей не будет, да и так в вены вот все вот такие. Вот Геннадий Петрович, то есть я. По очищению и оздоровлению организма из ваших книг в 90-е годы, сейчас я знаю еще больше, еще глубже, и все это вам еще разъясняю, выкладываю. Вот почему я говорю, вот это все, что я делаю, оно неблагодарно и еще опасно. Потому что Ютуб, значит, все, что касается керосина, якобы сообщество постановило, что это плохо, это нельзя, это это. А что предлагает это сообщество? Сообщество предлагает гнить, просто гнить всю свою жизнь, употребляя там различные антибиотики и прочие там гормональные средства, якобы лечащие. А на самом деле все это загоняется глубже, и дальше только озлокачествивается. Была простая простуда, которую можно легко и просто устранить, и образом жизни, и тем же керосином пополаскать горло. А нет, мы начинаем применять антибиотики, якобы они там что-то там делают. А они, оказывается, на первых порах, возможно, что-то и сделают, а потом они ничего не делают. Бактерии к ним приспособились, бактерии к ним видоизменились, бактерии ушли туда, где это все не работает, не действует. И вот мне уже 70 лет, как и мне 70 лет. А хронический фаренгит остался, остался, но благодаря этому всему, что применялось, удалось с ревматизмом, можно так сказать, соскочить. А для этого, чтобы этого фаренгита курсами, противопаразотарочка применяется, следишь за своим питанием, более-менее там очищаешься, следишь, чтобы твой кишечник нормально работал, не было никаких там запоров и так далее. То есть простые вещи делаешь в качестве профилактики. И все это уйдет, потому что вот этот фаренгит остался, это, говорит, тлеет там. Просто так вот эта вот инфекция, она не сдается. Требуется регулярное применение этих всех средств, целенаправленное, регулярное, тогда этого не будет. Тогда человек обретет здоровье, которого у него даже с 10 лет не было, потому что он уже в 10 лет заболел. Он уже не понимает, он не знает, какой он может быть здоровым. Иногда с одной стороны появляется пробка, иногда применяя бактериофах, я не знаю, что такое там бактериофах, используйте керосином горло полощите, используйте содой полощите, гашеной содой горло полощите, используйте другие там, допустим, той же полынью, на основе полыни полощите. И плюс еще, плюс еще, соблюдайте, чтобы в жизни было меньше таких факторов, например, слезеобразующего питания, которые как раз и поддерживают эту всю инфекцию. Сладостей искусственных, молочного, все должно быть в меру. Никто не будет говорить, что молочное плохо. В меру его, в меру сладостей и все остальное. Но полностью избавить горло от хронического воспаления не получается. Пока что с 10 лет, 70 лет, 60 лет. Видите, как эта зараза вошла. И если бы ее вовремя не тормознули, хотя бы на этом этапе, до человека уже б не было. Огромное вам спасибо, Геннадий Петрович, за ваш труд и просвещение народа. Так смотрите ж, книги выложены бесплатно, видео выложены. Вы смотрите, вникайте и помогайте себе. Но не смотрите вы на какие-то дурацкие видео, которые 7 миллионов просмотров, и якобы они вам дали здоровье, того, как правильно принимать витамин этот ДУ. Да я его вообще не применяю. А те люди, которые написали, они в два раза моложе меня. Говорят, вот так надо принимать. Кому верить? Кому верить? Я просто удивляюсь. Удивляюсь глупости. Общемирового масштаба.